Привет всем добрым людям, следящим за эволюцией и эволюционированием моей сборки ZXEVOLUTION и всем, кому просто интересно наблюдать за скучным процессом пайки мелких элементов на плату средних размеров. Этим роликом я начинаю цикл серий о сборке, запуске и настройке этого замечательного устройства. Поехали! Так как недавно купил бюджетный китайский паяльный фен, решил его испытать. Для начала налуживаю вот такие бугорки из припоя. Выставил температуру 330 градусов и поток воздуха на пятерку. Первой жертвой выбрал 74ACT-04, так как считаю ее самой дубовой из всего набора микросхем. Выставляю микроху на эти самые бугорки и вроде не сдувает. Вот что получается. Результат меня удовлетворил, поэтому продолжаю в том же духе. Кстати, качество изготовления платы мне очень понравилось. Маска нигде не съехала, предостережения в инструкции по сборке были излишними. И забегая вперед, хочу сказать, что лично я получил огромное удовольствие от пайки на этой печатной плате. А также выразить свою благодарность Виталию из Новосибирска за качественный конструктор. И само собой, мое почтение разработчикам ZX Evolution. Продолжение следует... Не забывая проверять пальцем на перегрев. Дальше как по накатанной. Ну а теперь ее величество королеву Бала. Технология отработана. Уверенность на 100-500%. Руки уже почти не дрожат. Руки уже почти не дрожат. Технология отработана. И это, конечно, не дрожат. Это силы, мaileddam combinай. Так, что мазал что соревне. Сrawnей вому до тр� microphone. Руки уже почти не дрожат улы به! Руки уже почти не дрожат. Да иди сюда. Б ihnen из других оруднения. Всё те же бугорки, только помельче. Ставлю плесину на место, главное правильно в соответствии с выводами, проверил три раза. Здесь уже нужно закрепить уголки, чтобы наверняка не слилось. Флюсы не жалею и грею, угрею, угрею. Субтитры сделал DimaTorzok Но в итоге результат так себе. Прогреть большой корпус непросто, а перегреть страшно. Поэтому не только лишь все, а мало кто из ножек мог припаяться. Перехожу к пайке проверенной надёжной микроволной. Так это выглядит вблизи. Не путать с методом промышленной волновой пайки. Залипы буду снимать позже. Ну и дальше так же со всех сторон. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы снять залип, я наношу на него флюс, очищаю жало паяльника стружкой. Лучше конечно влажной губкой, но я не заморачиваюсь. Если с первого раза никак, повторяю процедуру. Пальцами контролирую перегрев. Субтитры сделал DimaTorzok Все близко на месте. Дальше опять все по накатанной. Четко и быстро. Микросхемки потихоньку заканчиваются. Осталось всего ничего. Сдуло. Опять только паяльник. Хотя можно было и феном, только немного по-другому. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и опять микроволна. Дошла очередь до Сердцеевы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вроде получилось. Следующих товарищей приклеил паяльником способом микроволны. Ну уже не очень интересно. И напоследок прилужу-ка я стабилизатор напряжений. Без косяков конечно не обошлось. Но об этом в следующих роликах. Этот ролик и так затянулся. Поэтому распайку мелочевки и необходимых разъемов для запуска покажу в следующем видео. Ну а на этом все. Благодарю за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.